Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я постоянно выношу мозг к мужчине, постоянно обещаюсь на любую мелочь. С ним уже долгое время вместе есть общий ребенок. Зову его к нам, но он сказал, что жить с нами не будет из-за меня, что я неправильно себя веду. Я понимаю и осознаю, что вам не проблема, но что с этим делать не знаю. Он любит меня, я его очень люблю. Когда он не взялся рядом, то я не выношу мозг. Когда он на расстоянии, то выношу. С моим папой у меня до сих пор напряженные отношения. Он мне мало внимания уделял в детстве. Постоянно меня упрекал, обвинял. И я сейчас приношу это на своего. Что мне делать? Раньше он жил с нами. Но имеется в виду отец. Скорее всего. Ну, собственно, самый лучший способ, самое лучшее решение здесь, которое вам можно подсказать, это, конечно, пойти на психотерапию, да, то есть начать как-то планомерно работать над собой. Вот. И, соответственно, решить проблему сначала с отцом, да, потом еще как бы вот с вашим мужчиной, вот, хоть я, вот, как-то, в принципе, не думал, что это может быть обязательно связано, да, вот. То есть, ну, вот, нет у меня, нет у меня прям вот такого ощущения, что она, прям, ну, обязательно это связано, вот, нет такого ощущения, да, вот. Но, тем не менее, если вы, условно, говорите, да, о том, что, как бы, если вы говорите о, что у вас есть такая связка, то, ну, наверное, наверное, все-таки что-то есть, да, вот. Вот, это первое, первое, на что, вот, хочется, в принципе, обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание, да, вы говорите, что выносите мозг, а, значит, как это работает, то есть, ну, вот, вы выносите мозг, да, по поводу чего, как и так далее. Понимаете, то, что вы говорите, вот, что проблема у вас, да, ну, может быть, это, конечно, и так, вот, но есть вещи, все равно, которые, ну, так или иначе вас волнуют, да, есть то, что вас волнует, вот, например, ну, тут же, опять же, поймите, поймите меня правильно, вот, вы сами не раскрываете сути того, по поводу чего, вы, ну, вы, ну, выносите мозг, да, я могу, в принципе, догадаться, но мне бы догадываться не хотелось, потому что, ну, мне кажется, это не очень хорошо, вот, мне кажется, это не очень, вот, по, ну, по отношению к вам этично и справедливо, поэтому вы сами себе, да, вот, постарайтесь, как бы, ответить на этот вопрос, да, вот, по поводу чего я вносил мозг, а, ну, человеку, что, как, что, как бы, меня волнует, ну, вот, в этой, эм, ситуации, да, вот, чего, чего меня, а, чего меня беспокоит, вот, в этом, вот, в том, что я выношу мозг, а, вот, вот, чего я хочу, в этом, вот, и, соответственно, уже можно будет тогда о чем поговорить, ну, более, более конкретно, вот, а, например, если это, допустим, ревность, да, ну, к примеру, если это ревность, если у вас ревность, если вы ревнуете, допустим, если вы ревнуете, ну, что, соответственно, можно, э, поработать, например, с самооценкой, с уверенностью в себе, там и так далее, а если вы, допустим, страдаете или вам тяжело от того, что вы одна, например, то в этом случае, в этом смысле вам имеет смысл посмотреть, что вы в себе отвергаете, что вы в себе принижаете, от чего вы в себе бежите, да, вот, чтобы как-то вот лучше несколько, ну, вот, ситуацию, как бы, подкорректировать, потому что, ну, понятно, что сейчас вам тяжело достаться в этом смысле. Что касается с вами, то, если у вас, вот, очевидно, есть обиды на него, ну, на папу, на папу, я имею ввиду своего, наложил вас там, есть обида, вот, вам их нужно прожить, вот, помочь их прожить, столкнуться с собой, столкнуться с собой, увидеть, заметить то, что с вами происходит, вот, и найти, в общем и целом, ресурсы, да, для того, чтобы это прожить. С вашей, вот, непосредственно вашей точки зрения, да, вполне может присутствовать, вот, такой аспект, да, что, вот, вы говорите, напряжённые отношения с отцом, он мне мало уделял внимания в детку, и чего сейчас происходит, то есть вы чего хотите от папы сейчас, вот, а может ли он нам это дать, ну, то, чего вы от него хотите, может ли он дать, хочет ли он дать, что вы делаете для того, чтобы себе это дать, то есть тут вот есть, такой, вот, такой, как вы, я надеюсь, понимаете, да, раб нюансов, на которые, на которые необходимо обратить ваше внимание, вот. Потому, 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 что, ну, вот, в этом смысле, да, ситуация довольно сильно на вас влияет. Вот. Вот. Вот, в принципе, и всё. То есть, я мог бы, наверное, ещё заметить такой аспект, что, что вы, как бы, вот, обращаетесь, вроде бы, к психологу, да, озвучиваете проблему, но говорите, что не знаете, что с этой проблемой делать. Но ведь самый очевидный, самый такой напрашивающийся момент, это момент именно, как бы, начало психотерапии, да. Вот. Поэтому тут тоже довольно интересный у вас сход мыслей, соответственно, нужно его прояснить. И, наверное, последнее, на что вот именно сейчас мне бы хотелось обратить ваше внимание, это на то, вот, что люди, когда выносят мозг, вот, условно говоря, я бы это называл немножко иначе, но это не имеет значения сейчас, да, сейчас, вот. Так, когда люди выносят мозг, то, как правило, помимо всего прочего, такой человек хочет внимания, то есть вы хотите внимания, вам не хватает внимания. И это потребность базовая, хотя, может быть, и социально обусловленная. И, соответственно, нужно смотреть, как можно удовлетворять ее. Потому что концептуально вы видите только один способ удовлетворения этой потребности. Вот. Ну, а через психотерапию вы сможете для себя раскрыть и другие способы, и вообще саму потребность, как бы, исследовать и посмотреть на нее под другим углом, вот. Может быть, по-другому даже ее ощущать. Но здесь важно, что вы хотели этим заниматься. Вы хотели измениться. И это позволит вам отношения с мужчиной гармонизировать. Что касается того, что сам мужчина говорит про то, что жить с вами не будет из-за вашего неправильного поведения, то, на мой взгляд, это факт тревожный, свидетельствующий. А потом, в первую очередь, что человек чувствует над вами власть. И у вас есть чувство вины перед ним. Нужно поисследовать чувство вины ваше, чтобы увидеть, какое оно, мнимое ли, или невротичное. И, соответственно, уже решить, что с этим дальше делать. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.